Дорогие друзья, здравствуйте! Уважаемые радиослушатели, телезрители, вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Наши режиссёры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов, Айдын. А в нашей студии люди, которые точно знают, что лес – это наше богатство. Наш эфир приурочен к юбилею лесного хозяйства в Якутии, 85 лет этой структуре. И сегодня в нашей студии гости, которые имеют к этой дате прямое отношение. Я попрошу вас представиться самостоятельно, Андрей Николаевич и Сарголана Поликарповна. Расскажите коротко о себе. Здравствуйте! Коноплёв Андрей Николаевич, заместитель министра экологии и природопользования лесного хозяйства, главной лесничей республики. Спасибо, Сарголана Поликарповна. Ахмосова Сарголана Поликарповна. Я заслуженный лесовод Российской Федерации, председатель общественной организации общества лесоводов Якутии и директор якутского филиала федерального учреждения «Росли Симфорк». Я являюсь ветераном лесного хозяйства, проработала почти 40 лет в лесном хозяйстве. Написана была нами книга про историю лесного хозяйства Якутии, во благо лесов Якутии. Поднимали по крупицам, собирали историю лесного хозяйства. И создан у нас единственный, скажем, на Дальнем Востоке или на Северах, называемый самый северный, это музей леса Якутии. Функционирует. Я вообще ссоциировал бы Сарголана Поликарповна как хранитель истории, вот именно как редактор книги, которая по крупицам собирала всю информацию, историю в архивах. И на сегодняшний день эта книга является настольной для того, чтобы понять, откуда пошло лесное хозяйство Якутии. А собрать-то есть что? Дата солидная, 85 лет. Но может быть мы начнем наш эфир с воспоминаний, истоки, с чего все началось в нашей республике? Ну вот, во-первых, конечно, все мы знаем, что леса Якутии занимают одну пятую часть лесов России. Мы самая многолесная республика в России. Это так приятно. Как бы весь лесной фонд все доточился у нас. Да, ну и, конечно, в военное время очень долго в Якутии не было системы единой лесного хозяйства. Были разрозненные лесхозы, трес, якутлес, а вот такого вот организации лесоуправления, организации охраны лесов от пожаров не было. И в 1938 году было в России написано, что вот в Якутии докладная записка поступила, что в Якутии до сих пор не создано лесное хозяйство. И для того, чтобы Якутии создать лесное хозяйство, тем народным комиссаром земледелия в Якутии был направлен лесовод, специалист, выпускник Ленинградской лесотехнической академии. Человек, имеющий большой практический опыт. До приезда в Якутии он создавал леса на Урале, в Тюменской области лесхозы, создавал все лесное хозяйство Камчатской области. Его как опытного человека, ну коммунисты, естественно, отправили в Якутию, в наш суровый край, чтобы он организовал у нас лесное хозяйство. Прибыл Аникин Константин Георгиевич в Якутию 15 октября 1938 года. И первым в истории, значит, в республике написал докладную большую записку, где охарактеризовал всю фактическую характеристики лесов Якутии. В большой части составил карты, фактическое состояние все изучил. И подал, значит, докладную записку правительству Якутской АССР тогда. Ну, казалось бы, конечно, вот такая огромная отрасль, такое наше богатство лесное. Такой вопрос должен был быть, найти полный отклик. Охотников оспаривать его записку докладную не было. Но вопрос все время рассматривался и снимался, рассматривался и снимался, вплоть до того, что Константину Георгиевичу говорили. У нас в Якутии лесов много, у нас его хватает, и не надо нам тут эти леса охранять. Ты давай езжай обратно в Якутию и свои правила води там где-то в других местах. Но Константин Георгиевич провел очень огромную работу, проявил настойчивость, грамотно доказал. И 14 февраля 1939 года было принято такое важное постановление Совета народных комиссаров Якутской АССР. Называлась она «Опо организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения». Вот с этой даты все наше лесное хозяйство Якутии ведет свой осчет. И вот в среду, 14 февраля, нашему лесному хозяйству исполнится 85 лет. Ну, конечно, вот это постановление положило очень большой, было началом большой работы. Конечно, начатому управлению лесами местного значения вначале дали амбар в ведении, то есть ни жилья, ничего не было. По улице, кстати, вот Октябрьский дом 48, недалеко. Жилые помещения дали в Сергеляхе, тоже сказали, оборудуйте какие-то необорудованные для зимы помещения. То есть структура отсутствовала, леса не изучены были. То есть такая огромная территория с лесным хозяйством, ну, то есть представленная насаждениями. И шло это освоение без научного обоснования. И все, и отсюда вот с этой датой пошло как раз все изучать. И штат дали всего 14 человек. И вот Константин Георгиевич приступил к этой работе. К нему на помощь приехал его соратник. Тоже очень грамотный человек, который потом всю жизнь работал в лесном хозяйстве Якутии. Тоже заслуженный лесовод Российской Федерации, Соколов Сергей Петрович. И они, конечно, очень, самую большую трудность, они писали вот в своих записках, у них был языковой барьер. То есть местные, они принимали на работу коренное население. Те не знали русский язык, а специалисты приезжие не знали якутский язык. Но, несмотря на это, они все равно провели курсы лесобейщиков, так называют, по мере возможности стали учить. И к концу, уже к началу войны, были созданы пять межрайд-лесхозов. Воздействие они охватило 157 миллионов гектаров лесов Якутии. Организовали отпуск, организовали контроль, и началась охрана лесов от пожаров. Работа шла большая, но тут началась Великая Отечественная война. Аникина Константин Георгиевича призвали на войну, Соколова Сергея Петровича. В июне 1941 года они ушли на войну. Но вместо себя у них был друг, соратник, доктор наук, потом он стал в последствии, Сербаков Игорь Петрович. — Это замечательно, что Вы вспоминаете вот эти имена первопроходцев. Я попрошу Андрея Николаевича подключиться к нашему разговору. В 1939 году нужно было отстаивать то, что лес нужно защищать, чтобы это была какая-то структура и подразделение. Сегодня, сейчас, в наши дни, вряд ли это приходится объяснять, это и так все понимают. Как сегодня работают структуры, подразделения, какие у Вас есть проблемы и насколько Ваша профессия востребована и популярна на Ваш взгляд? — Я хотел бы в первую очередь сказать о площади лесного фонда. Я думаю, что он и на тот момент составлял тоже свыше 250 миллионов гектар. Сегодня у нас в состав лесного фонда входит 254,7 миллиона гектар. И на это все у нас в лесном хозяйстве задействовано 1981 человек, которые стоят на страже, охраняют массивы от лесных пожаров, охраняют и защищают от воздействия вредных организмов, организуют использование лесов, то есть предоставляют в аренду, в рубку и контролируют исполнение лесного законодательства, в частности, не допущение нарушений лесного кодекса. Какие проблемы сейчас есть у Ваших структур, у подразделений? И, возможно, о каких-то мероприятиях Вы хотите рассказать, которыми Вы гордитесь? Но буквально через пару минут, потому что у нас есть звонок слушателя. Пожалуйста, наушники Вы можете надеть или поднести к уху. Алло, здравствуйте. — Алло, добрый день. — Здравствуйте. — Это Зоню Владимир, город Текуш. Я хотел бы сказать, да, вот, лес должен гореть, природа должна сама, ну, сама очищаться. И трава прошлогодняя тоже должна гореть, да? Если лес так будет, ну, гореть не будет, все равно сгорится. Это только планово надо, вот, направлять, куда гореть, какие участки, вот, это надо, вот, в этом надо работать. Лесоведы нужны, да, вот, чтобы новые посадки, новое насаждение быстро выросло. И вот, направлять, какие районы, там, типа, районирование сделать, вот, этот район в этом году должен гореть, да? И в следующем году этот район, столько-то гектаров там. Вот так должно быть. Все равно он сгорится. — Спасибо вам за внимание, за ваше мнение. Звонок из 1939 года. Все пустить на самотек. — Спасибо, Владимир. Кстати, вопрос, он актуальный, и связан это, в первую очередь, с введением сельского хозяйства на территории республики. Так как лесным кодексом запрещаются сельхозпалы, а так как у нас Северная республика не всегда, значит, прошлогодняя трава у нас успевает перегнивать, да? То есть есть, скажем так, некий слой, который накапливается, накапливается, и в итоге, в горящий год это может привести к более тяжелым последствиям. На сегодняшний день прямого разрешения выжигать траву нету, и мы стоим пока на страже исполнения этого закона. Ну, таков закон, он суров, да, и мы требуем его исполнения. Хотя, да, есть научные обоснования, и они требуют углубленного изучения для, может быть, выработки отдельно для республики каких-то положений. Но на сегодняшний день мы уходим от этих проблем, что проводим профилактические выжигания. Но мы выжигание проводим на территории лесного фонда, а еще есть сопредельные территории, сельскохозяйственные угодья, на которых профилактические выжигания мы не можем осуществлять. Поэтому вопрос, он актуальный, он прав со своей точки зрения, как фермера или человека, ведущего сельское хозяйство, для него проблема. То есть ему сжечь старую траву прошлогоднюю, это, во-первых, обезопасить себя от крупных лесных пожаров и дать возможность быстрее росткам подняться весной. Но, исполняя это традиционно, как это было в республике, на сегодняшний день он может остаться нарушителем законодательства. Я хотела бы добавить, как человек, который полгой времени проработал в лесном хозяйстве, пожары в Якутии носят циклический характер. То есть через каждые 5-6 лет по мере накопления гадючего материала у нас возрастает, скажем, горимость лесов. И обусловлена горимость лесов в Якутии высокая, всегда считается высокая горимость в Якутии тем, что у нас 90% лесонасаждений – это лиственница. Лиственница – это единственное хойное деревье, у которой проходит ежегодный отпад хвои. И в год этот отпад хвои, ну вот представляете себе, подстилка лесная собирается большим слоем, да, и в условиях вечной межзлоты она не перегнивает. И это создается, как называемая, как мы ее в народе говорим, пороховая бочка, которая за сушливые и жаркие годы начинает сгорать. Если мы так посмотреть, вот как организации, которые проводят лесустройство, мы изучение лесов, да, мы видим, что все лиственничники Якутии, они перогенного, послепожарного происхождения. То есть семена лиственницы падают на эту подстилку, они не доходят до земли. Если пожары прошли или вот контрольное выжигание, то есть возможность семян, естественно, возобновления прекрасной лиственницы попадать на эту землю, ну и самовосстанавливаться, скажем так. Но тут слушатели наши как бы частично прав, не прав, потому что пожары классифицируются. Есть беглые низовые пожары ранневесенние, есть летние пожары, есть верховые. Однозначно нужно говорить, что верховые пожары – это беда. Катастрофические, сильные, беглые, сильные тоже беда, когда у нас древостой весь умирает, сгорает. А если пожары низкие, ну как бы интенсивности беглые, ранневесенние, раньше мы считали, что они полезны даже, потому что уменьшают горючий материал, не повреждая древостой. Традиционно это сложилось, ну то есть раньше, все говорят отцы, деды, но, к сожалению, климат меняется. То есть если раньше весной у нас подстилка была влажная, был снеговой запас в лесу достаточный, то на сегодняшний день весна происходит мгновенно, снег сошел и все высыхает. И, соответственно, кинуть спичку в это старое поле, да, можно, скажем так, наклекать беду и катастрофу. Когда поле твое прогорит, все это уходит в лес, и из леса потом приходит это все в населенный. Ну я вот в таком ключе и думала, поэтому я и сказала, что какой-то вот такой звонок, что пустить все на самотеку, оказывается нет, и здесь есть доля правды. Да, тут нужен контроль, контроль именно со стороны сельхозпроизводителей, который на сегодняшний день не регламентирован, как проводить на землях сельхозназначение эти контролируемые опалы. Вот, как вот, ну если по исторические данные смотреть, да, то мы видим всегда года, которые были очень сильно горимые. Например, вот в те ранние годы, 47-й год был очень катастрофический, вот Аникин Константин Георгиевич писал, что лесные пожары достигали громадных размеров, уничтожали заготовленное сено, жилые служебные постройки, скот, даже люди умирали, жилые дома, готовая лесопродукция сгорала, да. И вот, хотя вот у нас основатели лесного хозяйства были призваны на фронт, в годы войны, значит, ее заменял Шибаков Игорь Петрович, впоследствии крупный ученый, основатель, один из основателей межзлотного лесоведения, да, и в годы войны, вот, вроде бы тяжелое военное время, да, финансами, ну, финансами все сложно, да, но в годы войны принимали у нас правительством того времени, да, такие решения, например, в 42-м году произошло создание 22 рай лесхозов, в 42-м году. В 44-м году, несмотря на военное время, началась авиационная охрана лесов от пожаров Якутии. Саркалана Поликармановна, я прошу прощения, что вас перебиваю, у нас остается 4 минуты, вдруг мы чего-то не успеем сказать про сегодняшний день и про юбилей. Андрей Николаевич, у вас какая-то информация была по поводу того, как сегодня обстоят дела? Ну, я скажу, да, вкратце, на сегодняшний день лесное хозяйство представлено, именно, мы говорим сейчас про республиканские органы исполнительной власти, это Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, которому подчинено 27 подведомственных учреждений, это 25 лесничеств, которые расположены практически в каждом районе республики, это те коллективы, которые на земле, как говорится, стоят и осуществляют непосредственную охрану защиты и воспроизводства лесов и два подведомственных крупных республиканских учреждений, которые занимаются охраной лесов от пожара. У нас есть наземная служба, это Якут Лесресурс, они выполняют противопожарное обустройство, выполняют государственное задание по охране и защите леса, а авиационная база охраны лесов, это уже наши авиационщики, которые занимаются тушением лесных пожаров в авиационной, в недосягаемой, скажем так, наземным транспортом территории. Кроме республиканских структур, у нас в республике работает федеральная структура, подчиненная Федеральному агентству лесного хозяйства, это Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесимфорд». Мы занимаемся лесоустройством, это учетом наших лесных ресурсов. Например, якутскому филиалу в прошлом году исполнилось 60 лет, мы тоже имеем очень давнюю историю. По итогам прошлого года якутский филиал был признан лидером среди всех филиалов по России. Это большая победа. Есть у нас отдел лесопатологического мониторинга и защиты лесов. Рослезащита. И еще функционирует у нас якутское авиаделение, российская авиабаза. Да, федеральная структура. Федеральная структура, которая... И мы вот все лесоводы, все вместе вкупе работаем. У нас один профсоюз, у нас одно общество лесоводов. И вот 85-летию я хочу особо сказать, самое главное у нас в Якутии мы сохраняем традиции лесного хозяйства. Наши кадры, конечно, отрасль пережила очень много реформ, но наши кадры остаются, это самые золотые кадры, очень преданных лесу работников лесного хозяйства. Гордимся, что у нас в отрасли работал герой Советского Союза, лесник Вилюйского лесхоза Николай Саевич Степанов. У нас работала герой труда Российской Федерации, единственный герой в лесном хозяйстве, это лесничья Хангаласского лесничества Варвара Михайловна Устинова. У нас работали очень много заслуженных лесоводов, заслуженных работников народного хозяйства. Люди, которыми мы гордимся. Спасибо вам большое, очень хорошо всех вспомнить, особенно с благодарностью, это замечательно, с наступающим вас вот таким вот юбилеем в эту среду, этот день, да? Буквально два слова скажите, и мы уже заканчиваем. Для ваших коллег, может быть, и наших слушателей. Хотелось в преддверии поздравить всех соратников, всех коллег, всех лиц, относящихся к лесному хозяйству. К лесному хозяйству не только лесники относятся, но и лесоперерабатывающий комплекс тоже входит в структуру лесного хозяйства. Хочу пожелать им, конечно, крепкого здоровья, развития, целеустремленности, и надеюсь, что у нас все будет хорошо. Спасибо. Скоро продолжим, через 4 минуты. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, продолжаем говорить про бережные отношения, но теперь уже человека к человеку. В нашей студии представитель проекта «Обнимаю сердцем». Елена, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Елена. Я являюсь координатором мероприятий проекта «Обнимаю сердце». Наш проект уже на протяжении двух лет существует. Начинался он с… Вот сейчас начинался. Давайте паузу небольшую сделаем. Я попрошу вторую нашу гостью представиться. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Тюкавкина. Я руководитель управления по устойчивому развитию «Алма-Саргиенбанка». Спасибо. Почему два этих гостя сегодня в нашей студии вместе, наши слушатели и зрители узнают очень скоро. И я хочу передать свой теплый привет в Москву организатору и автору проекта Анне Федоровой. И сказать ей огромное спасибо за то, что она дала такую возможность прикоснуться к такому доброму, замечательному делу. Никогда бы я сама в среде жизни не нашла бы для этого время. И, возможно, с помощью спонсоров, которые находятся для вашего проекта, большее количество людей могут прикоснуться своим сердцем к добру. Давайте напомним, я вас прервала, что это за проект, для кого он, кому, какая его цель. Да. Наш проект направлен на общение, на столкновение людей с особенностями и здоровых. Мы в основном сейчас, у нас есть новое направление благодаря гранту «Алма-Саргиенбанка». Чуть позже расскажу, но вот немного хочу рассказать о том, чем мы занимались практически последние полтора года. То есть у нас организация мастер-классов для детей с особенностями. Это мотивационные семинары, например, для родителей, в том числе также для детей. Сейчас у нас по поводу нового направления. В прошлом году, буквально в конце года, мы выиграли грант, благодаря которому создан видеоурок. Он называется «Виртуальная экскурсия в мир особенных людей». Данный видеоурок подготовлен командой специально для школьников. Сейчас, пока мы проводим, начали с конца января проводить для школьников со 2 по 8 класс. Очень пользуется популярность, на самом деле. Это не только в Якутске, но также в Вилюйском районе, в Кобяйском районе и также в городе Москва. И хочу сказать, что благодаря «Алма-Саргиенбанку» у нас появилась такая возможность создать что-то такое очень понятное и удобное. То есть в плане того, что этот видеоурок, он не обязательно, чтобы там был экскурсовод. То есть, по идее, его можно просто включить в любом образовательном учреждении, и он сам говорит. В общем, всё показывает, и он такой очень информативный на самом деле. — Да, я тоже слышала, что несмотря на то, что ещё нет двух лет, как проект «Обнимаю сердцем» начался в нашем городе, в Якутске, он уже так быстро начинает разрастаться и по республикам, по районам нашей Якутии, и даже за её пределами. И, конечно, без финансовой поддержки всё-таки это сделать невозможно. Отлично, что находятся те люди, которые протягивают вот такую вот помощь. Наталья, пожалуйста, расскажите о вашей лепте в такое хорошее, доброе дело. — Да, спасибо большое за предоставленную возможность. Вообще для нас благополучие и процветание нашего общества является одним из ключевых приоритетов. Мы отслеживаем тренды, и в последние 3-4 года ярко обнажило для нас два таких момента. Во-первых, происходит сжатие повестки от глобального к локальному, и мы видим, что большое количество наших клиентов, бизнес, с которым мы работаем, они обращают внимание на те острые социальные проблемы, которые мы имеем возможность вместе решать. И вторая такая значимая для нас история — это такая переприоритизация. Сегодня человек явно выходит на первый план, и, конечно, мы, как бизнес, который придерживается модели устойчивого развития, не можем пройти мимо. Для нас вообще социальная ответственность — это такая традиционная история, которая, наверное, заложена в нашем ДНК еще со времен основания нашего банка. Мы развивали и корпоративное волонтерство, и поддерживали социальные проекты, поддерживали наш некоммерческий сектор. И для нас, конечно, это является еще и частью нашей корпоративной философии, корпоративной культуры. Поэтому мы и пришли к тому, что вне поиска новых механизмов и новых технологий в поддержке некоммерческого сектора. И нашей основной задачей является поддержка таких общественных инициатив. Очень часто наши партнеры только при взаимодействии с нами получают первый опыт получения грантов, накапливают свой опыт, пополняют свою портфолио для того, чтобы дальше успешно привлекать деньги в свои проекты. Впервые мы конкурс грантовый провели в 2020-2021 году. Тогда мы на 2 миллиона поддержали около 40 проектов. И в этом году, в наш юбилейный год, мы запустили такой конкурс, как «30 добрых дел САЭП». На самом деле мы поддержали не 30, а 31 доброе дело, вот среди которых и были наши уважаемые партнеры. А это этично говорить, вот какая сумма гранта? Потому что ведь, когда получаешь ты грант, ты должен его потом отчитаться, да, куда ты что. Какая сумма гранта и какая сумма ушла на изготовление этого ролика? Сколько это стоит? Об этом этично говорить или мы пропустим этот вопрос? Об этом, наверное, сказать можно будет. Вообще в этом году наш грантовый фонд составил 3 миллиона рублей. Мы его направили на 31 проект, как я сказала, и суммарно у нас планируется более 7 тысяч благополучателей. И каждый проект был поддержан на сумму до 100 тысяч рублей, но мы видим, что эти проекты достаточно успешно реализуются, и видим уже первые результаты, такие яркие мероприятия, среди которых и был запуск такого онлайн-урока. Да, экскурсии, да. А сколько стоит изготовить такой урок? Я смотрела же вот этот вот урок. Ну, да, мы выиграли грант на 100 тысяч, у нас практически все деньги ушли на создание этого видеоурока. Да вы что? У нас работала молодая команда, благодаря этому мы уложились в бюджет на самом деле. То есть у нас там была прям комиссия, мы правили, то есть очень много времени ушло именно на создание и доведение до того состояния, которое сейчас идет в массы. А сколько он минут длится, этот урок? Так, ну, там, наверное, он не длинный. Он недолгий, да, я помню, что он. Да, он недолгий, и самое классное, что дети внимательно слушают. Мы боялись того, что дети просто не прислушиваются, но они прям выполняют задания, которые там им озвучиваются, и потом дают обратную связь. То есть у нас очень много именно положительной обратной связи получаем после проведения. А что говорят, что больше всего в этом ролике находит отклик? Дети не знают о том, что, например, ну, какие-то факты, например, о том, что вот у, допустим, какого-то животного он не слышит, например, или не видит, например. Также там у нас наш урок, он направлен на то, что, ну, все люди разные, на самом деле, да, вот и цвет глаз, и там характер человека, да, есть люди особенные. Не все дети знают, оказывается, что есть особенные дети. То есть, например, кто-то плохо видит или не видит вообще, или, например, плохо слышит или вообще не слышит, да, например, глухой. И, то есть они это узнают, им становится это очень интересно. И потом дальше идёт информация о том, что какие знаменитые люди, да, тоже имели, например, какие-то особенности здоровья, и при этом они чего-то добились в этой жизни очень талантливые. На самом-то деле этот процент, он достаточно высокий. Вы говорите о детях, которые и слышат, и видят этот ролик, могут посмотреть его, услышать, могут какие-то задания сделать своими руками. А показываете этот ролик тем детям, которые, например, могут видеть, но, то есть, есть ли такая возможность посмотреть у ребёнка, который видеть может, например, плохо слышит этот ролик? Ну, если, например, конкретно насчёт этой ситуации, да, то, как правило, в таких специализированных школах всегда есть сурдопереводчик, который вот объясняет. Но на самом-то деле вот у нас, как вот практика, да, показывает, не все же люди разговаривают словами, да, то есть можно разговаривать и жестами, да. Вот если, например, вот выезжаем там за пределы страны, да, не знаем языка, как мы объясняемся? Мы разговариваем жестами, да. Вот то же самое мы пытаемся донести до детей. И то, что дети так реагируют, вот это больше всего на самом деле греет нас. И я надеюсь, что вот на сегодня у нас где-то порядка, наверное, было проведено 10 мероприятий, да. Это, ну, я уже говорила, да, это что-то не только Якутс, но это и там Москва, да, и районы наши. Вот. Это вот какой возраст детей вы показываете этот ролик? Пока вот, пока, кому провели, это был 2-8 класс. Планируется вот у нас 9-10 класса, но мы на самом деле вот пока экспериментируем, смотрим на реакцию детей. И самое главное, чтобы дети откликались после просмотра, чтобы они задавали вопросы, чтобы это было живо, да. Потому что вот на самом деле я думала, что вот современные дети, они будут достаточно такие холодные. Ну, как бы это их не касается, по идее. Поэтому вот я очень рада, что такой отклик мы находим. Ну, возможно, тогда стоит и поблагодарить тех учителей, которые берут этот видеоролик в свои уроки, да, в свою какую-то внеклассную, да, вот эту вот занятость. И, наверное, как-то подготавливают детей, как-то им объясняют, какая-то вводная часть есть, что они просто так включили и показали. Вообще, может быть, сейчас хорошая возможность, раз мы говорим о том, что именно посредством вот этого ролика, да, на который был получен грант, у вас этот проект развивается и заявляет о себе все больше и больше. Рассказать о тех людях, которые делали этот ролик, которые помогли вам. Сейчас хорошая возможность еще раз их назвать или вообще назвать их и вспомнить еще раз о ком-то, о ком уже вспоминали. Ну, на самом деле, у нас команда очень большая. Вот все ангелы добра, которые... Сейчас их, на самом деле, я всех не перечислю. И единственное, что я могу сказать, что вот все благодаря Анне Александровне Федоровой, да, наш... Вдохновитель, организатор, автор. Да, наш мотиватор. Она собирает возле себя нас, привлекает людей, их мотивирует. И вот благодаря ей мы нашли вот молодых специалистов, которые... Ну, студенты, по сути, да, студенты, которые прям так классно сделали этот ролик. И я очень надеюсь, что вот это направление, благодаря которому вот... Ну, то есть направление, которое сейчас развивается, да, оно прям будет очень популярным. И к нам присоединятся, ну, надеюсь, прям вот 99% школ. Что в вашей жизни изменилось после того, как вы познакомились с этим проектом и стали в нем принимать участие? К обеим вам вопросам. Ну, у меня однозначно... Ну, у меня уже был опыт участия в каких-то благодарительных проектах, да, но, честно говоря, что я отказывалась изначально принимать участие, но Анна Александровна первый раз предложила, второй раз предложила, на третий раз я уже не отказала, за что я тоже очень благодарна. Потому что... Эти предложения бы не закончились. Благодаря ей я познакомилась, во-первых, с огромным количеством людей, неравнодушных. Благодаря ей я познакомилась с большим количеством детей, да, которые имеют особенности здоровья, но при этом очень талантливых. Вот что касаемо талантов, то... А в чем их талант проявился, как вы его увидели? Ну, дети такие непосредственные, и настоящие. Весь их талант, на самом деле, вот проявлялся, например, на концерте. Мы уже провели два инклюзивных концерта. Здесь у нас в Якутске, в КЦЕГУ, Сереглядские огни. Вот. То есть там, например, были выступления звёзд вместе с детьми, которые имеют особенности здоровья. Также были, например, танцевальные группы, которые состояли из неслышащих, например, но танцевали просто на высшем уровне. Вот. На самом деле, этот мир особенных людей, он помогает ценить свою жизнь. И благодаря вот таким людям, которые, ну, которые тебя мотивируют, да, на то, что у тебя, вот, я, например, про себя думаю, да, у меня есть там зрение, я слышу, я могу ходить, могу обнимать там своих родных, да, могу высказывать свои мысли, например, слова, и меня понимают. Но при этом у меня, когда, например, там падают, не знаю, руки, да, и мне как-то, может быть, не бывает грустно. И я думаю, всегда вспоминая о тех людях, которые, например, добиваются, несмотря ни на что, несмотря на какие-то особенности здоровья, меня это очень мотивирует на самом деле. Я вот очень благодарна за то, что я в этом проекте нахожусь. Наталья, а вам как участие в этом проекте? Вы знаете, для нас мы работаем с большим количеством некоммерческих организаций, благотворительными фондами, и когда мы сталкиваемся с такими интересными проектами, интересными инициативами, всегда хочется чем-то дополнить. Мы работаем активно сейчас еще и с благотворительным фондом Харасхал, и в целях этого фонда тоже поддержка детей, имеющие особенности развития. Мне кажется, было бы интересно наладить такое партнерство вместе с фондом. И еще мы в банке активно развиваем корпоративное волонтерство. Мы посчитали наших волонтеров, и каждый пятый сотрудник нашего банка является волонтером. И хотелось бы, наверное, предложить помощь в реализации вашего проекта через наши волонтерские инициативы. То есть это уже не как сотрудник банка, а как человек просто помогает? Да, мы как люди, как человеки, помогаем в реализации таких проектов. Потому что, да, такие проекты, наверное, больше раскрывают нашу душу, такие проекты делают нас добрее, и самое главное, мы чувствуем поддержку друг друга в реализации таких общих инициатив, которые направлены на самое ценное, что у нас есть на наших детей. Я не так давно в теме волонтерства, да, я прям совсем не ходок в эту тему, но вот когда последнее время я стала считывать знаки судьбы, что в эту студию приходят люди, которые участвуют в этой теме открыто, с душой, которые хотят. Вот Анна Федорова, наверное, это тот человек, с которого началось мое какое-то более пристальное внимание к теме волонтерства. А потом приходили люди из Министерства молодежи, и тоже говорили про гранты, которые они дают на такие проекты волонтерские. И я поняла, что эта тема про большую ответственность волонтерства и никогда благотворительность, никогда об этом раньше не задумывалось. То есть, если ты туда идешь, то ты уже должен четко понимать свою ответственность. И для меня это вообще тема ответственности очень была такая не совсем простая. И вот с помощью этого волонтерства, этого какого-то возможности сделать что-то хорошее, вот это чувство ответственности стало для меня более осязаемым, более таким, более понятным. Хотя я еще где-то очень сильно в начале пути. У нас две минуты до конца эфира. Возможно, вы хотите обратиться, пользуясь тем, что мы выходим на большую аудиторию, к тем, кто нас слышит сейчас, к тем, кто нас видит. Разрешите мне первой. Ну, конечно, хотелось бы поблагодарить всех, кто вообще участвует в жизни общества и таких проектов. Благодарю вас, Светлана, за то, что вы освещаете это. Что хочется сказать, что наш проект, он набирает ангелов добра. Это люди просто неравнодушные, которые могут что-то принести в проект. То есть, это может быть какие-то мастер-классы, мотивационные семинары, те же самые. Ну и, конечно же, учебные учреждения. Если, например, школы хотят получить этот видеоурок, чтобы окунуть своих детей в эту виртуальную экскурсию, то, соответственно, мы будем очень рады сотрудничеству. На вас выйти достаточно просто. Соцсети мы как-то не конкретизируем, просто можно их там найти и можно найти на сайте. Поднимаю сердце. Наталья, может быть, у вас есть пару слов. Полминутки осталось. Да, мне хотелось бы поблагодарить наших активных граждан, наших инициаторов, таких интересных проектов. И, можно сказать, не просто слова благодарности, но и обозначить, что мы крайне рады быть частью реализации таких масштабных интересных инициатив. Дорогие друзья, благодарю всех за внимание. Гостям спасибо за то, что нашли время и были сегодня в нашей студии. Всем хорошего вечера. Оставайтесь на нашей волне и на нашем канале. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова